всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей да ребят наверное по названию видео вы уже поняли что сегодня будет какой-то разбор полетов а какой вы конечно же все узнаете перед вами две орхидей ки и чтобы понять полностью всю суть и сразу скажу дорогих гостей потому что именно гости могут понять неправильно или еще что-то для того чтобы понять более все правильно что я буду показывать в этом видео о чем я буду говорить в этом видео вам надо будет досмотреть до конца и посмотреть те видео в которых были пересажены именно эти две орхидей ки эти орхидей ки были пересажены у нас что вот это что вот это 1 января 2000 на 21 года обе но вот эта орхидей к видео вышло как так ребят давайте я про эту орхидей q вставлю ссылочку в правом верхнем углу и про эту орхидей q ссылочку вставлю в правом верхнем углу про нее по моему 1 января вышло видео про эту орхидей q 2 января вышло видео и чтобы вы могли посмотреть ту и другую пересадку и понять более подробно о чем идет речь и что с ними было в тех пересадках и что с ними стало сейчас не так и что мы будем с вами разбирать какой разбор полетов у нас будет вы поймете все в процессе этого видео эту орхидейку пока убираем в сторону она нам не нужна пока и мы будем разбирать с вами вот эту красавицу смотрите какая шикарная листва и даже у нас тут был цветонос был ребят который не открылся сбросила на все бутоны и я отрезала ей весь непроцветший цветонос объяснила и что же тут не так но наверное вы уже заметили до пожелтение листа от шеи раз потерю тургора вы еще не видите но он уже есть если вы посмотрите видео в правой верхней верхнем углу ссылочка на которую я вам оставила вы увидите какая шикарная там была корневая просто обалденная орхидея была пересажена из мха мог был мой собинский из собинских болот замечательный чудесный мох но я решила ее пересадить вот в эту посадку в этот субстрат в котором она сейчас находится кстати да орхидейка который мы сейчас с вами отставили она посажена в идентичный субстрат но у них были разные сейчас в идентичный эту мы орхидейку вынимали с вами из мха и пересаживали в этот субстрат то орхидейку мы с вами вынимали из другого субстрата и мы с вами чуть позже о ней поговорим и давайте посмотрим все же что же случилось с этой орхидейкой и в процессе всего видео я вам конечно же объясню что и как произошло давайте попробуем вместе с вами все это дело разобрать и у кого будут какие мнения по этому поводу можете сразу написать но скажу сразу полив и уход и в данный момент субстрат у обеих орхидеек одинаковый полностью и уход и полив у них был одинаковый и посмотрите что происходит сейчас с корневой у этой орхидейки да видно что капает потому что пару дней назад я их проливала и внизу оставалась водичка нет это не от перелива ребят перелива никогда у меня не бывает и орхидейки у меня всегда стоят на мокрых пяточках и вот такую картину мы с вами сейчас наблюдаем воздушные карманы мы здесь оставляли и как бы все должно было бы быть хорошо видим начинают портиться от шеи корешочки но не все и также видим пожелтение листа но теперь давайте освободим ее из этого субстрата и посмотрим поближе что же с ней произошло возьмем вот такую штучку чтобы нам было поудобней и труда нам не составит ее выпотрошить отсюда и что мы с вами видим до полная потеря корней чуть позже я вам объясню почему это произошло именно с этой орхидейкой когда мы будем с вами рассматривать другую орхидейку которую мы с вами отставили смотрите что произошло с корнями сказать бы да там был мох влагоемкий и здесь гора в перемешку сколько чипсами тоже влагоемкий субстрат и должно бы как бы орхидейки все понравится но ей что-то не понравилось здесь мы с вами ей оставляли вот такую шею мазали ее фундазолом и сейчас мы ее отрежем она нам уже не нужно именно поэтому я не отрезала эту шею раньше и вот такая куча корней которые были шикарные корни мы удалили дальше что мы с вами делаем снимаем все вот эти тяжи для начала уйти аж игры весь виламин простите отрезать мы их всегда успеем точнее виламин отрезать и убрать вот этот корешок мы сейчас сразу уберем этот удаляем он испорченный полностью здесь пока так удаляем но думаю что удаление будет полная мартюш пришел попить без этого нельзя я же видео снимаем пока сделаем все вот так просто чтобы они нам с вами пока не мешались и не портили настолько уже и так страшную картину как вы поняли я на чуть-чуть отключалась потому что мартюша пьет очень долго ему очень вкусно так ну все пока все оставим так как вот есть убираем всю эту страсть так и смотрим что же у нас тут осталось и что же у нас все таки вот здесь за желтое пятно ну и конечно для того чтобы понять что это за желтое пятно нам с вами надо сначала снять вот этот лист а а потом будем снимать тот давайте попробуем можно и вот так вот оба катим сюда и нам будет поудобней разрезаем по центральной жилке чтобы не повредить уж оставшиеся корни снимаем листики осторожно ну а теперь снимаем этот лист который у нас был желтый также по центральной жилке его разрываем или разрезаем кому как удобно и тянем в разные стороны опа и все у нас тут снимается видим что-то темное удаляем этот корень и теперь любят ничего там такого на данный момент страшного не вижу ну в чем-то проблема есть отрезаем еще кончик попки там все темное отрезаем старый цветонос в принципе из-за какого наверное началась вся проблема видите под старым цветоносом у нас чернота удаляем его по возможности полностью теперь потому что проблема началась вся изначально из-за этого из-за этого цветоноса удаляем и вот эти корни сразу скажу мое видео не обучающие и я вам показываю что я делаю в таких случаях во что я сейчас буду ее сажать и что я для этого предприму так вот этот тяж тоже удаляем и вот этот корень так вот этот сейчас тоже уберу он уже нам не понадобится так смотрим что у нас тут с вами с оставшейся шеи это же здесь удаляем еще здесь все черное видим все черное и давайте зачистим сначала вот эти чешуйки маленько чтобы маленечко понять что тут у нас и как вообще дальше ну ее надо отрезать дальше у нас здесь с вами корни будем жалеть корни или будем спасать орхидею я думаю что мы будем с вами спасать орхидею и вот насколько можем чтобы вот эти корни они хорошие чтобы нам их спасти мы будем пытаться сейчас удалить вот эту часть не знаю насколько это у меня сейчас получится но как-то надо это сделать так ну в принципе мы с вами весь очаг практически убрали не теперь сейчас пытаемся вот здесь вот эту часть тоже удалить вот видите прямо наискосок срезала и шейка у нас осталось теперь снимаем вот эту чешуйку видно вам да опа сейчас ребята так чешуйку сняли чешуйку сняли и получается мы с вами как раз все хорошие корни то и сохранили которые остались хорошими от той шикарной бороды ну вот эту вот всю темноту я трогать не буду ребят а где она начала тургор терять вы сейчас скажете где он у нас центральный лист последний вот посмотрите как он гнется уже и вот эти листики в принципе уже становятся мягкими так что же нам надо с вами дальше предпринять теперь берем максим не разведенная естественно и капаем прям на шейку никакой перекисью ничем я обрабатывать здесь не буду а тщательно хорошо все промажу максимум все срезы все травм очки которые мы ей нанесли до этого помните дамы мазали с вами фундазолом но теперь мы все это срезали и у нас с вами вот так получилось сейчас я дамажу мажем вот этого потемнение которое нам с вами не нравилось и хорошенечко так промазываем все и оставляем ее минут на 15-20-30 чтобы она у нас подсохла а потом мы с вами вернемся дальше к суждением ну чё ребятки пока подсыхает наши красавицы я специально ничего выкидывать не стала я понимаю что это очень ужасная картина вот не поверите я видела вот этот момент сразу я не пересматривала свое видео вы можете его посмотреть почитать там комментарии под теми двумя видео да и если я не ошибаюсь люди писали что люк почему ты не удалила шею вот у этой орхидеи да почему-то я оставила такую шею я писала что специально целенаправленно оставила эту шею но не писала почему и хочу показать вам вот эту вторую орхидей q которая тоже была пересажена в такой же в точности субстрат вот в точности ребят но как вы видите здесь потери корней нет и здесь у нас даже вот не сегодня завтра вот здесь появится тоже корешок потому что я уже вижу просто вот как набухло здесь шейка вот там вот тоже что-то должно проклюнуться вот здесь мы уже видим корешок ну то есть орхидей к хорошо пошла в рост ну и как вы видите что субстрат прям один в один как там сейчас я вам покажу ее название в том видео я тоже вам показывала ее название этой красавицы думаю вам видно и почему произошло с этой орхидей к такая потеря корней это опять же мое мнение ребят я никого не прошу так думать как думаю я я вам просто рассказываю свои уже неоднократные как сказать то что я видела то что происходит именно так вот эта орхидей к была посажена в кору с циафлорой и мы ее доставали из коры с циафлорой и пересаживали то есть в такой же в идентичную посадку с добавлением ее же субстрата и орхидея прекрасно перенесла эту пересадку у нее все прекрасно с корнями даже где-то здесь видела вот прям по дну идет корешочек там вот виднеются корешочки и это поставлю ее ой обратно в свой горшочек и это орхидея как вы видите не потеряла ни единого корешка хотя они были в один и тот же день пересажены в один и тот же субстрат но вот эта орхидей к изначально была вынута из мха вывод мой вывод ребят никому его не навязываю что орхидея даже по влагоемкости в идентичный субстрат то есть там был мог он влагоемки здесь кора сколько чипсами тоже влагоемкая да но орхидея не понравился этот субстрат после мха если бы я просто наверное взяла чуть больше горшочек и обсыпала ее просто вот как она сидела в той посадке во мхе и просто было обсыпала ее корой чуть-чуть этого бы не произошло я так думаю потому что идентичной посадки есть у меня на складе орхидеи прекрасно переносят эти перевалки а полное убирание освобождение орхидеи из мха привело к тому что вы сегодня увидели ну что случилось то случилось главное заметить это все во время хотя за этой орхидей к я уже наблюдала наверное неделю как она как-то вяленько себя ведет и вот сегодня я подняла горшок и увидела то что увидела конечно до конца еще максим не высох но уже прошло 30 минут после того как мы намазали и сейчас мы с вами будем ее сажать во что вы тоже сейчас увидеть но сажать мы будем нашу красавицу в наш собинский мох из собинских болот где квакают лягушки где бегают квакушки ну давайте мои хорошие дадим орхидеи кита в чем она привыкла жить ну чё ребятки мог слегка влажный вот прям слегка практически сухой он не просто так практически сухой а потому что нам с вами после обработок совершенно не надо чтобы мох был сырым вот так укладываем мох сразу говорю что мох я укладываю очень рыхло никаких трамбовок мха я не делаю у трамбовок сейчас возьмусь правильно чтобы орхидей ки было комфортно расставим корешочки так вот и сделаю вас чтобы вам было видно и и начинаем просто укладывать в посадку мох под попку под шейку я ничего не укладываем мох ничем не обрабатываю и не обрабатывала когда приносила из леса он даже вот как собрано еще всякими пучочками даже именно этими пучочками он на данный момент укладывается сюда в эту посадку все это делаю легкими движениями руки выравнивая орхидей q на камеру конечно как всегда кажется что я тут трамбую ногами хожу нет ребят все делается очень легко и очень свободно сейчас возьму держатель цветоноса и закреплю цветонос чтобы она у нас не прыгала так ребят закрепила взяла деревянную палочку которая из-под суши чуть-чуть закрепила и фиксируем дальше нашу орхидей чтобы она у нас тут ровненько стояла а и и и и и и и и и что сломала конечно сломала центральный лист тот самый молоденький орхидейка теперь еще и меченая не увязки тоже люди но такое бывает центральным листиком надо быть осторожным но я паниковать не буду потому что да не приятно но ничего страшного не произошло лист очень мягкий молодой и надо было с ним поаккуратнее возможно он сломался когда орхидейка лежала в перевернутом виде и просыхала сюда сделаем ей подпорочку сверху кору я посыпать пока не буду я люблю сверху вы знаете да насыпать кору но сейчас я этого делать не буду чтобы она у нас туда не закидывалась ну чё ребят вот и посадка у нас в принципе закончена конечно можно было бы сейчас видно корешки закрепила хорошо давайте чтобы не думалось замажем там чуть-чуть слегка максимом вот так возьму если гонца чтобы инфекция никакая не попала смажу максимом такая орхидейка у меня одна будет теперь меченая ну так бывает ничего страшного что ж теперь это все не смертельно с того края у нее все хорошо то есть попку мы все там подсушили замазали корешочки у нее для ее листовой масса оставшиеся в принципе хорошие поэтому я думаю что к середину лета она нас с вами порадует это шикарный красивый беглип не надо говорить что был он есть и будет вот такой вот шикарный мог сейчас он сухой и чуть-чуть в розовину а когда он намокнет он будет красный вот такая вот красота пару дней я подержу так а потом сверху насыплю коры для того чтобы мог не заветривался и полив будет только снизу по чуть-чуть либо по одному краешку горшочка вот такие вот бывают чп с нашими орхидейками непонятные причем субстраты одинаковые условия одинаковые только взяты из разных посадок и вот так бывает случается ничего страшного в этом нет те корешки которые у нее есть ей будет предостаточно и все будет с ней хорошо все мои хорошие всем пока пока вот такой разбор полетов мы сегодня с вами сделали пишите что вы думаете по этому поводу почему орхидейка так испортила корни если вы это знаете на сто процентов тогда пишите вы можете писать свои какие-то предположения я послушаю почитаю послушать не получится но почитать обязательно почитаю все мои хорошие всем пока пока и до новых встреч и Продолжение следует...